очередной чудесный прекрасный солнечный сентябрьский день а мы с вами продолжаем читать роман сервантоса дон кихот ламанческий и я вас приглашаю глава шестидесятая о том что случилось дон кихотом на пути в барселону утро выдалось прохладное и день обещал быть точно таким же когда дон кихот выехал с постоялого двора предварительно осведомившись какая дорога ведет прямо в барселону минуя саракосу так хотелось ему уличить во лжи нового повествователя который как ему говорили его оболгал и за целых шесть дней с ним не произошло ничего такого что заслуживало бы описание по истечении же таковых его застигла ночь в стороне от большой дороги чаще дубового леса а какие то были дубы простые или же пробковые по всему поводу син сид ахмет против обыкновения не дает точных указаний господин и слуга спешились и расположились под деревьями после чего санчо успевший в тот день хорошенько подзакусить мгновенно юркнул в ворота сна зато дон кихот коему не столько голод не давал спать сколько его думы никак не мог сомкнуть вежды и мысленно переносился с места самые разнообразные то ему представлялось будто он находится в пещере монтесиноса то чудилось ему будто превращенная в сельчанку дульсинея подпрыгивает и вскакивает на ослицу то ушах его звучали слова мудрого мерлина излагавшего условия и способы расколдовывания дульсинеи его приводили в отчаяние нерадение и бессердечия оруженосца санчо который сколько дон кихоту было известно нанес себе всего лишь пять ударов то есть число ничтожное и несоизмеримое с тем бесчетным числом ударов который ему еще оставалось себе нанести и мысль это привела дон кихота в такое беспокойство и раздражение что он начал сам с собой рассуждать александр великий разрубил гордиев узел со словами что разрубить что развязать все едино и это не помешало ему стать безраздельным властелином всей азии следственно не менее благоприятный исход может иметь случай с расколдованием дульсинеи если я вопреки желанию самого санчо его отхлещу единственное условие этого предприятия заключается в том чтобы санчо получил три тысячи с лишним ударов а коли так то не все ли мне равно кто их ему нанесет он сам или же кто-то другой важно чтобы он их получил а как это произойдет меня не касается с этой целью захвативший рассинантову узду и сложивший ее таким образом чтобы можно было ею хлистать он приблизился к санчо и начал расстегивать ему помощи вернее одну переднюю пуговицу на которой только и держались его шаровары но едва лишь дон кихот дотронулся до санчо как с того мгновенно соскочил сон что это спросил санчо кто меня трогает и раздевает это я ответил дон кихот я пришел исправить твою оплошность и облегчить мою муку я пришел бичевать тебя санчо и помочь тебе хотя бы частично выполнить твои обязательства дульсинея гибнет ты никаких мер не принимаешь я умираю от любви к ней так вот изволь по собственному желанию снять штаны ибо мое желание состоит в том чтобы отсчитать себе в этом уединенном месте не менее двух тысяч ударов ну уж нет отозвался санчо успокойтесь ваша милость а не то истинный бог я за себя не ручаюсь удары которые я обязался себе отсчитывать должны быть добровольными они насильственными а сейчас мне совсем не хочется себя хлистать я даю вашей милости слово выпороть и высечь себя когда мне придет охота и будет с вас нельзя полагаться на твою любезность санчо возразил дон кихот а того что сердце у тебя черствое а тело хоть ты деревенщина нежная и по сему обстоятельству он всеми силами старался спустить с него штаны в конце концов санчо вскочил бросился на своего господина сцепился с ним и давший ему подножку повалил на землю за сим наступил ему правым коленом на грудь и стиснул руки так что дон кихот не мог не повернуться не вздохнуть как предатель кричал дон кихот ты восстаешь на своего господина и природного синьора ты посягаешь на того кто тебя кормит я не свергаю и не возвожу на престол королей отвечал санчо я спасаю себя потому что сам я синьор обещайте ваша милость вести себя смиренно и не приставать ко мне с поркой тогда я вас освобожу и отпущу а коли нет то здесь ты умрешь изменник донни санчо враг заклятый дон кихот дал обещание поклялся всеми своими заветными помыслами не трогать даже ниточки на одежде санчо представил бичевание доброй воли его и хотели санчо встал и отошел на довольно значительное расстояние когда же он вознамерился прикорнуть под другим деревом то почувствовал что кто-то словно коснулся его головы он поднял руки и наткнулся на две человеческие ноги башмаках и чулках санчо задрожал от страха он бросился еще к одному дереву но и тут с ним произошло то же самое он позвал на помощь дон кихота дон кихот явился и на вопрос что случилось и чего он так испугался санчо ответил что здесь все деревья увешаны человеческими ногами дон кихот ощупал деревья и тотчас догадавшись что это такое сказал санчо тебе нечего бояться потому что эти ноги которые ты осезаешь хотя и не видишь принадлежат разумеется злодеям и разбойникам на этих деревьях повешенным власти когда изловят их обыкновенно вешают именно здесь по 20 по 30 человек сразу и из этого я заключаю что мы недалеко от барселоны и точно предположение дон кихота оказалось справедливым когда на небе загоралась заря путники обратили взоры свои вверх и увидели что на деревьях гроздьями висят тела разбойников между тем становилось все светлее и светлее и если сначала их ужаснули мертвецы то не меньший трепет объял их затем при виде сорока с лишним живых разбойников которые внезапно их окружили и на каталонском языке приказывали им стоять смирно и не двигаться с места до тех пор пока не прибудет атаман дон кихот был пеш конь его был разнустан копье прислонено к дереву словом он был беззащитен а потому рассудил за благо прибегая силы перебега силы для лучших времен и для более благоприятного стечения обстоятельства сложить руки и склонить голову разбойники поспешили обыскать осла и забрать все что находилось в переметной сумме а равно и в чемодане но к счастью для санчо деньги которые ему подарил герцог вместе с теми которые он взял с собой отправляясь из родного села в поход были спрятаны у него в поясе и все же эти люди не применули бы ощупать его с головы до ног чтобы удостовериться нет ли у него чего-нибудь между кожей и поясом когда бы в это самое время не подоспел атаман ему можно было дать года 34 рост он был выше среднего широк в плечах с виду сумрачен лицом смугл под ним могучий конь одет он был стальную кольчугу по бокам у него висели четыре пистолета такие пистолеты в тех краях носят название кремневиков увидев что его оруженосцы как обыкновенно называют людей избравших себе такой род занятий намереваются грабить санчо пансу он велел не трогать его и они тотчас повиновались так был спасен пояс с деньгами атаман пришел в изумление при виде копья которое было прислонено к дереву щита лежавшего на земле и облаченного в доспехе самого дон кихота о чем-то размышлявшего с таким печальным и грустным выражением лица точно он был олицетворение печали приблизившись к нему атаман заговорил не печальтесь добрый человек вы попали не к какому-нибудь свирепому азирису а кроке геннарту который не столько жесток сколько милосерд печаль моя отвечал дон кихот вызвана не тем что я оказался в твоей власти доблестный роке геннарт коего слава в этом мире не знает предела но тем что из-за своей беспечности я дал себя захватить врасплох твоим воинам меж тем как по уставу странствующего рыцарства к ордену которого я принадлежу мне подобает находиться в состоянии вечной тревоги быть все частным стражем самого себя да будет ведомо тебе великий роке что если воины твои напали на меня когда подо мною был конь и при мне находились копье и щит им не так то легко было бы со мною справиться ибо я дон кихот ламанческий славою о подвигах коего полнится вся земля тут роке геннарт догадался что дон кихот прежде всего безумец а потом а потом уже храбрец и хотя ему приходилось о нем слышать однако же деянием его он не верил и не допускал мысли чтобы такая блажь способна была овладеть человеческим сердцем и он был чрезвычайно рад этой встрече ибо благодаря ей мог увидеть вблизи то о чем до него издалека доносили слухи обратился уже он к дон кихоту с такими словами доблестный рыцарь не гневайтесь и участь свою не почитайте злою может статься что в этих то ухабах извилистый жребий ваш как раз и выпрямится ибо проведение поднимает падших и обогащает бедных путями необыкновенными невиданными и неисповедимыми не успел дон кихот поблагодарить его как сзади послышался такой громкий топот точно скакал табун лошадей между тем это был только один конь на котором бешено мчался юноша лет двадцати в зеленом шелковом камзоле с золотым позументом в шароварах и кафтанчике в шляпе на волонский манер с перьями в узких провощенных сапогах с золоченую шпагою кинжалом и шпорами с маленьким мушкетом в руке и с парой пистолетов у пояса рок и оглянулся на шум и увидел прекрасного этого всадника всадник же приблизившись к нему заговорил я приехала к тебе доблестный рок и не затем чтобы ты избавил меня от моей недоли но затем чтобы ты облегчил мою участь а чтобы разрешить твое недоумение я вижу ты меня не узнаешь я тебе сейчас скажу кто я такая я клаудия херонима дочь симона форте находящегося в тесной дружбе с тобой и в непримиримой вражде с клаукелем торельясом который является также твоим врагом потому что принадлежит к враждебному тебе лагерю ты конечно знаешь что этого торельяса есть сын дон висенте торельяс так по крайней мере он звался еще два часа назад чтобы сократить повесть о моем горе я в немногих словах расскажу тебе какое именно горе причинил мне этот человек мы с ним встретились он изнеснился мне в любви я ему поверила и в тайне от моего отца полюбила его должно заметить что нет на свете такой женщины хотя бы она была самых строгих правил и самого скромного поведения у которой однако же с избытком не доставало бы времени чтобы осуществить и исполнить пламенные свои желания в конце концов он обещал нам не жениться а также поклялась я поклялась быть его супругой но дальше слов мы однако не пошли и вот вчера я узнала что позабыв о своем долге передо мной он женится на другой и что сегодня утром надлежит быть их свадьбе от какового известия кровь бросилась мне в голову и я перестала владеть собой и как отец мой находился в отъезде то я смогла надеть на себя вот это самое платье пустила коня во весь опор нагнала дона висенте на расстоянии одной миле отсюда и не тратя времени на жалобы и не слушая его оправданий выстрелила из мушкета а затем еще из обоих этих пистолетов и всадив в него как мне кажется не менее двух пуль оттворила врата через которое омытой его кровью возвратилась ко мне моя честь с ним остались его слуга они не посмели и не смогли защитить его а я я поехала к тебе за тем чтобы ты помог мне переправиться во францию где у меня есть родня у которых я найду себе пристанище и еще я прошу тебя взять под свое покровительство моего отца чтобы многочисленная родня дона висента не осмелилась жестоко мстить ему девясь статности пышности наряда пригожеству а равно и самому приключению прелестной клаудии рог и сказал послушай синьора прежде надобно удостовериться подлинно ли умер твой гедрук а потом уж решим как быть с тобой дон кихот со вниманием выслушав рассказ клауди и ответ роки геннарта молвил пусть никто не трудится защищать синьору я беру это на себя дайте мне моего коня оружие и ждите меня здесь я поеду к этому рыцарю и живого или мертвого заставлю его исполнить обещание данное этой красавицы можете не сомневаться что так оно и будет заметил санчо у моего господина при легкая рука по части сводовства на днях он склонил на брак другого такого голубчика который тоже отрекся от своего слова и изменил своей невесте и если б только волшебники преследующие моего господина не превратили лицо этого человека в лицо лакея то теперь б уж эта девушка была замужней женщиной роки геннарта более занимали мысли о происшествии с прелестной клаудией нежели речи господина и слуги а потому он и не слушал их велел своим оруженосцам отдать санчо все что они сняли с серого и перейти на то место где они провели минувшую ночь он вместе с клаудией поспешил на поиски то ли раненого то ли убитого дона висенте они прибыли туда где клаудио его встретила и не нашли ничего кроме следов недавно пролитой крови однако оглядевшись по сторонам и заметив что по склону холма движутся люди они предположили каково их предположение соответствовало истине что это слуги дона висента несут своего господина то ли мертвого то ли живого чтобы вылечить его а может статься чтобы похоронить путники наши тотчас припустили коней за ними в догонку а как слуги дона висента шли медленно то им без труда удалось их настигнуть слуги несли дона висента на руках и он слабым прерывающимся голосом молил их оставить его умереть здесь от того что боль от ран не позволяла ему двигаться дальше клаудио и робко соскочив с коней приблизились к нему появление робко испугало слуг клаудио же была потрясена видом дона висента с участливым и вместе с суровым выражением лица склонилась она над ним и взяв его руку молвила если кто отдал мне свою руку как было между нами условлено твой жребий был бы иной раненый кавальера открыл свои почти уже закрытые очи и узнав клаудио заговорил я знаю прекрасная и обманутая синьора что это ты умертвила меня хотя эта кара мной не заслужена и не вызвана не намерениями моими не моими поступками ибо я ничем тебя не оскорбил да и не хотел оскорбить а разве у тебя не было намерения обвенчаться нынче утром с леоноры дочери богача бальвастро спросила клаудио разумеется что не было отвечал дон висенте видно такая уж моя злая доля что слуха твоего достигла ложная эта весть и ты из ревности лишила меня жизни впрочем расставаясь жизнью на твоих руках и в твоих объятиях я почитаю удел мой счастливым а чтобы тебе в том увериться пожми мою руку и если хочешь будь моей супругой большего удовлетворения за обиду которую я будто бы тебе причинил я дать не могу клаудио сжала ему руку и при этом у нее самой так жалость сердце что она без чувств упала на окровавленную грудь дона висента а у дона висента уже началась агония рогко находился в смятении и не знал что предпринять слуги бросились за водой и брызгали и обрызгали дона висента и клаудио клаудио очнулась но дон висента уже не пришел в себя ибо жизнь от него отлетела тогда клаудио уразумев что любезного супруга ее уже нет в живых огласила воздух стенаниями потрясла небо своими жалобами распустила волосы и стала их рвать стала царапать себе лицо и вся она была полна такой бесконечной скорби и муки ничего сильнее которой не могла бы испытать ни одна страждущая душа в мире о жестокая и безрассудная женщина восклицала клаудио с какой легкостью привела ты преступный свой замысел в исполнение о бешеная сила ревности какому кибельному пределу увлечешь ты всех кто дал тебе приют в своем сердце о мой супруг ты был моим сокровищем но завистливый рок уготовил тебе вместо брачного ложа могилу столь продолжительные и столь печальны были сетования клаудио что слезы навернулись даже на глаза уроки который ни при каких обстоятельствах обновенно не проливал их слуги плакали клаудио беспрестанно теряла сознание и вся эта местность словно превратилась в юдоль плача и обитель горесть наконец рокки геннард велел слугам дона висенте отнести покойника в деревне его отца находившуюся неподалеку и там похоронить клаудио сказала робкой что ее тетка настоятельница одного из женских монастырей и что она клаудио желает поступить в этот монастырь и там окончить дни свои ожидая иного женика прекраснейшего и бессмертного рокки одобрил ее намерение предложил проводить куда ей надобно и обещал в случае чего защитить ее отца от родни дона висента а равно и от всех кто только попытается причинить ему зло клаудио наотрез отказалась от проводов и в самых учтивых выражениях поблагодарив робкой за его готовность помочь ей вся в слезах с ним простилась слуги дона висенте унесли его тело а рокки возвратился к своим молодцам таков был конец любви к лаудио херонима но что же в том удивительного коль скоро ткань печальной ее истории была соткана неодолимую и жестокую рукой ревности рокки геннард встретился со своими оруженосцами в условленном месте с ними был и дон кихот сидя верхом на рис и нанте он держал к ним речь и уговаривал бросить ту жизнь какую они вели равно опасную как и для души так и для тела однако же большинство этой шайки составляли гасконцы народ грубый распущенный а потому речь дон кихота оказала на них слабое действие по приезде своем рокки осведомился у санчо панцы возвращены ли и отданы ли ему все те сокровища и драгоценности которые были сняты его рокки геннарда людьми серого санчо ответил утвердительно не хватает ему только трех косынок таких дорогих что на них можно выменить три города что ты чудак человек болтаешь вмешался один из разбойников косынки у меня и красная им цена три реала то правда заметил дон кихот однако мой оруженосец весьма дорожит ими из уважения к особи которая мне их подарила рокки геннард распорядился немедленно возвратить их санчо а затем выстроив людей своих в ряд велел им выложить одежду драгоценности деньги словом все что было именно граблено со времени последнего дележа добычи он быстро произвел оценку и переведя на деньги стоимость того что дележу не поддавалось распределил добычу между всеми кто состоял его шайки высшей степени справедливой точно ни на йоту не уклонившись от дистрибутивного права и ни в чем против него не погрешив после того как все были удовлетворены ублаготворены и вознаграждены рокки обратясь к тонкий ход упояснил если не проявлять такой точности с ними невозможно было бы ужиться на это санчо заметил судя потому что я сейчас видел справедливость такая хорошая вещь что ее и с ворами соблюдать должна один из оруженосцев это услышал и замахнулся на санчо прикладом своей арки бузы каковым он без сомнения проломил бы ему голову когда бровки геннард не остановил его окриком санчо бомлел и дал себе слово не раскрывать рта пока будет находиться в обществе этих людей в это самое время прибежал то ли один то ли сразу несколько оруженосцев которых ставят как часовых на дорогах чтобы они следили за прохожим и проезжим людям и обо всем докладывали своему главарю и кто-то из них сказал синьор не вдалеке на барселонской дороге показалось много народу роки его спросил а ты не разглядел какие-то люди из числа тех что охотятся за нами или же из числа тех за кем охотимся мы из числа тех за кем охотимся мы отвечал уже носец в таком случае выступайте все приказал роки и как можно скорее приведите их сюда да глядите чтоб никто из них не скользнул разбойники ушли а дон кихот санчо и роки стали ждать кого они приведут и роки обратился к дон кихоту с такими словами необычайными должны были показаться синьору дон кихоту та жизнь которую мы ведем наши похождения наши приключения необычайными опасными и это меня не удивляет я и сам осознаю что нет образа жизни более беспокойного и чреватого треволнениями нежели наша меня на это толкнула неутолимая жажда мести а ведь это жажда обладает свойством возмущать сердца самые мирные от природы я человек отзывчивый благонамеренный но как я уже сказал желание отомстить за одно нанесенное мне оскорбление оказалось настолько сильнее добрых моих наклонностей что я вопреки и наперекор рассудку закоренел в этой своей страсти и как одна без навлечет за собой другую и один грех влечет за собой другой то мстительные мои деяния до того переплелись что ныне я мщу уже не только за свои но и за чужие грехи однако по милости божий я хоть и запутался в лабиринте моего смятения и все я не теряю надежду из него выбраться и достигнуть тихого пристанища с удивлением слушал дон кихот благие разумные слова рокки прежде он был уверен что раз что среди тех кто занимается грабежом убийством и разбоем нельзя найти человека способного здраво рассуждать и повел он с атаманом такую речь синьор рокки знание своей болезни и готовность принимать лекарства прописываемые врачом это уже начало выздоровления вы ваша милость больны знаете свой недуг и небо или лучше сказать господь бог который является нашим врачом назначит вам лекарства от коих вы поправитесь лекарства исцеляющие постепенно но не вдруг и не чудом к тому же грешники разумные ближе к исправлению чем неразумные а как ваша милость выказала своих речах мудрость то вам остается лишь не терять бодрости и надеяться на облегчение недуга совести вашей если же ваша милость желает сократить путь и как можно скорее выйти на путь спасения то следуйте за мной я научу вас быть странствующим рыцарем странствующий же рыцарь претерпевает столько мытарств и заключений что являясь для него покаянием они приводят его прямо в рай выслушав совет дон кихота руки усмехнулся и переменив разговор рассказал трагическую историю клаудио херонимы чем крайне расстроил санчо на которого произвели сильное впечатление красота смелость и решительность девушки тем временем возвратились ходившие на промысел разбойники и пригнали двух всадниках верхом на мулах двух пешком двух пеших паломников карету в которой ехали какие-то дамы и которую сопровождали человек шесть слуг пеших и конных и наконец двух погонщиков которые взяли себе в услужение всадники разбойники оцепили их всех при этом и побежденные и победители хранили совершенное молчание ожидая что скажет сам роке геннард атаман же спросил всадников что они за люди куда поддержат и сколько у них собою денег на это ему один из всадников ответил так сеньор мы оба офицера испанской пехоты части наши стоят в неаполе мы же направляемся в барселону откуда сколько нам известно должны отойти галеры в сицилию денег у нас не то 200 не то 300 искуда и мы почитали себя богатыми и были довольны судьбой ведь солдаты обыкновенно настолько бедны что о больших сокровищах и мечтать не смеют с теми же самыми вопросами обратился роке к паломникам они ему ответили что намеревались отплыть в рим и что у них обоих пожалуй наберется реалов шестьдесят затем роке осведомился кто едет в карете куда именно и сколько везут с собой денег на что один из конных слуг ответил так в карете едет моя госпожа донья гьемар декинь йонес жена верховного судьи в неаполе а с нею малолетнюю дочь служанка и дуэнья сопровождают их шестеро слуг а денег у них собою 600 искуда таким образом рассудил уроки геннард у нас здесь всего 900 искуда и 60 реалов людей же у меня около 60 проверим сколько придется на брата а то ведь я счетчик неважный тут грабители дружно воскликнули много лет здравствует роке геннарду на горе всем негодяям что ищут его погибели офицеры были по-видимому удручены жена верховного судья опечалилась да и паломники отнюдь не возвеселились узнав что денежные средства будут у них отобраны с минут урока держал их всех в состоянии мучительной неизвестности затем решившись не томить их доли о томление было написано на их лицах обратился к офицерам и снова заговорил господа офицеры будьте любезны дайте мне пожалуйста 60 искуда а у супруги верховного суди я попрошу 80 так мои люди будут удовлетворены ведь вы сами знаете поп тем и живет что молитвы поет а за сим вы можете спокойно и беспрепятственно продолжать свой путь я вам выдам охранную грамоту чтобы случае если вас остановит еще какой-нибудь из моих отрядов разбросанных по всей округе он вас уж не трогал ибо чинить обиды воинам равна и женщинам тем паче женщинам благородным не входит мои намерения офицеры без конца и самых изысканных выражениях благодарили рокки за то что он так любезно и великодушно оставляет им их же собственные деньги сеньора донья гьемарды кеньонес хотела было выскочить из кареты и поцеловать славному атаману руку и ногу но от этого решитель но он этому решительно воспротивился более того он попросил у нее прощения за ту неприятность которую он выжден вынужден был причинить ей ибо того требовала несчастный его промысел супруга верховного судьи велел одному из слуг своих немедленно выдать причитавшиеся с нее 80 искуда офицеры же отсчитали 60 паломники также готовы были расстаться жалкими своими грошами но рокки сказал чтобы они не беспокоились а затем обратился к своим людям и распорядился каждый из вас получит из этих денег по два искуда остается 20 10 из них мы отдадим паломникам а остальные 10 славному спутнику этого рыцаря чтобы он не поминал лихом сегодняшнее приключение когда рокки подал письменные принадлежности которую он всегда возил с собой он составил охранную грамоту на имя главарей всех своих отрядов а затем попрощавшись с пленниками отпустил их с миром они же не могли надевиться его благородству величественной наружности и необычности поведения что дело его похожим скорее на александра великого нежели на знаменитого разбойника один из оруженосцев заметил на своем гасконско-каталонском наречии нашему атаману монахом быть а не разбойником если он и дальше будет проявлять такую же щедрость то пусть делает это за свой а не за наш счет несчастный произнес эти слова не настолько тихо чтобы рокки не мог его услышать выхватив меч атаман рассек ему голову надвое и сказал вот как я наказываю наглецов которые распускают язык все замерли и ни один разбойник не посмел проронить ни слова так боялись они своего атамана рокки отошел в сторону и написал письмо к своему барселонскому приятелю в коем уведомлял его о том что сейчас у него находится достославный дон кихот ламанческий тот самый странствующий рыцарь о котором столько существует рассказов доводил до его сведения что это самый занятный самый здравомыслящий человек на свете и что через несколько дней а именно в день святого иоанна крестителя он рокки доставит его в полном вооружении верхом на рассенанте на барселонскую набережную а вместе с ним и его оруженосце санчо панцо верхом на осле и просил дать знать об этом своим друзьям ньярам чтобы они повеселились далее руки признавался что хотел бы лишить этого удовольствия своих врагу врагов каделей но эта идея невозможна от того что сумасбродство и благоразумие дон кихота равно как и остроты его оруженосца санчо панцы не могут не послужить развлечением всему свету рокки отдал это письмо одному из своих оруженосцев и тут сменив разбойниче платье на крестьянское пробрался в барселону и вручил письмо по назначению санчо письмо